Баскетбольный клуб Барнаул на 10-й строчке в турнирной таблице. Наш соперник Свердловский темп на третьей позиции. Казалось бы, исход матча понятен, но родные стены и болельщики подгоняли хозяев вперед. Все вылилось в знатную интригу. Барнаул по счету убегает, темп догоняет. Но, как покажет последняя четверть игры, гости просто не включились. Три четверти мы спали, слава богу, что проснули. Четвертой четверти показали, что мы можем, но только, к сожалению, надо все четверти так стараться выкладываться. Понятно, идеально ничего не бывает. Но, тем не менее, спасибо ребятам. Преодолели в себе, в первую очередь, какой-то, не знаю, дисбаланс, не знаю, как это назвать. Но вот мы справились. Первая четвертье завершилась в ничью. Вторую мы проиграли в одно очко, третью выиграли в плюс пять. И, казалось бы, в финальной десяти минутке нас ждет заруба. Но ее болельщики, увы, не увидели. Сказался опыт и длинная скамейка у темпа. У наших обратная сторона. Лидирующие игроки устают. Молодежка пока не для этой лиги. Как итог, в финале игры нас разгромили 3-32. У них там люди играли по 20 минут, в среднем 25. У нас получалось, что там по 30-35, если посмотрите, да, там, приходилось кого-то дольше на площадке держать. Плюс мы сбились с четвертой на дальние броски. Бывает такое, что поделать. Жизнь не заканчивается на этом. Надо работать, надо, так сказать, в укороченном режиме делать работу над ошибками. Смотреть, что не так. Смотреть, где получается. И, может быть, оставить это в дальнейшем. Работу над ошибками Барнаул проведет, но уже без лидера Алимджана Федюшина. Сегодня стало известно, что игрок покидает клуб по обоюдному согласию сторон. Минус ведущий игрок. Как заменить мастеровитого Федюшина, вопрос открыт. Молодежный состав пока не готов. Конечно, есть шанс пригласить нового опытного игрока. Это возможно. Но в любом случае, верим, что со всеми проблемами клуб справится. И вскоре мы увидим чемпионскую игру. Дмитрий Дроздов, Александр Антропов. День с толком.